Всем привет дорогие друзья, меня зовут Эдисон и сегодня у меня есть для вас небольшая информация. На моем новом сервере Amazing Pokeworld, который открылся приблизительно 30 декабря, если быть точным. На нем стоит новая версия, новые покемоны, самая-самая-самая последняя версия. Кстати, кто на нем не играет, я вас всех тут жду. Потому что я буду рад всем подписчикам, которые сейчас смотрят и которые зайдут на этот сервер и будут играть вместе со мной. Буду рад каждому, кто зайдет. Как зайти, как зарегистрироваться, как скачать и как поиграть на этом сервере, написано все в описании. Или вы можете зайти на сайт bdserver.com и скачать лаунч или зайти на мои сервера Amazing Pokeworld или Pokeworld Special. Небольшая информация о том, что я недавно добавил в магазин темок. То есть вы уже сейчас можете купить темки и остальное и также продать ненужные темки. Например, которые вы выбили, вы можете их попродавать, чтобы у вас не были заполнены сундуки и все такое. Сейчас о главном. То что 18 января, то есть на этой неделе, в воскресенье, в 7 часов по Москве, на сервере будет турнир. Первый турнир на этом сервере после обновления. Какой турнир? Турнир 4 на 4. То есть 4 покемона на 4. 55 уровней. Вот классно на меня напал. 55 уровней. Почему спросите 55? Потому что на сервере еще нету так много людей, которые успели прокачать всех покемонов к сотому уровню. Поэтому сначала будет 2 турнира. Первый турнир у нас будет 55 уровня. А второй турнир у нас будет 100 уровня, но он будет чуть-чуть позже. Арена будет где-то вот тут. Я просто-напросто еще даже не успел ее построить. То есть не было времени. Но мне так кажется, что к выходным я ее успею построить. Так, сделаем выводы. 4 покемона на 4 сражаются. Любой тип, смешанный тип, то есть смешанный турнир. Допустим, у вас там может быть Драгонайт, Черезар, Генгари, там я не знаю, Трико, ну нет, Трико, допустим, Венозар или... Ну, на ваш выбор, на ваше усмотрение. За 5 легенд вы не можете использовать легенд. Также вы не можете использовать шапки, лечилки и покемонов больше, чем 55 уровней. Почему 55 уровень? Потому что есть покемоны, которые эволюционируют на 55 уровне. Такие, как Драгонайт и Вулкарона. Поэтому 55 уровень. И, что еще можно сказать? Если кто-то использует шапки, лечилки, то сразу будет дисквалифицирован с турнира. Поэтому подумайте, нужно ли вам это нарушать правила. Ну, вроде я все сказал, когда турнир будет. 18 января в 7 часов по Москве. На арене еще нету никакой арены, потому что мне ее нужно сделать. И вроде все сказал, да. 55 уровень. И еще хотел сказать, если ваш покемон, допустим, эволюционирует в бою, да, то есть 55 уровень, и вы с кем-то сражаетесь в бою на арене, то есть во время турнира, если он эволюционирует, например, 56 уровень, то это не считается. Так он может эволюционировать. После этого, после 55 уровня турнира, где-то через пару дней будет 100 уровень турнира. То есть уже будут там люди, которые уже прокачаны. Тоже без легенд, но это уже другая история, об этом я уже объявлю потом. Также я объявляю набор в гейм-лидеры. То есть гейм-лидеры возвращаются. Он будет на следующей неделе, после всех турниров. Как попасть в гейм-лидеры, я тоже потом объясню. Но самая главная суть, то что вам нужно 4 покемона, той стихии, которую вы строите гейм. То есть если вы строите водный гейм, то у вас должны быть 4 покемона 100 уровня прокачанные. Правила гейма я это потом объясню. И плюс к тому вы должны построить свой собственный гейм. Если он у вас будет, то я потом буду ходить, смотреть на все другие геймы и выбирать самый лучший гейм и переносить его на спам. Тем самым вы будете официальным гейм-лидером. Будет человек, не НПС, так как у нас было на предыдущем сервере. Не у многих такое есть. И потом, в принципе, будем выбирать гейм-лидеров. Также я может тут тоже сделаю на этом сервере музей игроков сервера, так как я придумал классную идею музей подписчиков у себя в сезоне. И также я тут сделаю музей игроков на сервере. То есть каждый игрок на сервере, который не матерится, не обманывает, который много играет, выигрывает в турнирах. Но выиграя в турнирах, это уже другая история. Там будет отдельная таблица игроков, которые выиграли на сервере. И если вы активно принимаете участие в развитии сервера, то вы сможете тоже попасть в музей игроков на сервере. То есть самые лучшие игроки сервера будут находиться в музее где-то, где-то, где-то вот там, смотря где я его построю. Но это уже потом. В первую очередь нам нужно построить арену. Я ее построю и турнир будет проходить там. Как подать заявку? Ссылка есть на игру, есть в описании. И в комментарии я тоже оставил ссылочку. Что вам нужно? Вам нужно зайти и заполнить свою... И подать свою заявку. То есть, если у вас покемоны 55 уровня, сможете ли вы участвовать 18 января в столько-то часов, не будете ли вы нарушать правила. Если вы... Допустим, взять пример. Если вы подали заявку, сказали, что вы сможете прийти на сервер в столько-то времени и принять участие в турнире, но вы не смогли принять участие, то вы получите мут на несколько дней на сервере. Потому что, если вы не уверены, что вы сможете участвовать, если вам нужно куда-то будет уехать или еще что-то сделать, то лучше вообще не подавать заявку. Потому что вы... Один человек, который подает заявку, и потом вдруг не сможет участвовать на сервере, он сбивает всю систему. Из-за одного человека нужно будет или брать другого человека, или просто не будет пар для других игроков, чтобы сражаться. Поэтому это очень плохо получится. Но я надеюсь, что такого не будет, и что турнир пойдет отлично. Еще расскажу, кто не играет на этом сервере. Заходите, я вас всех жду, ребята. Мне будет приятно, если вы зайдете на сервер и будете играть вместе со мной. Также, как я сказал, в дальнейшем будут музеи самых ценных игроков на сервере, так как есть такие идейки классные. Поэтому все сюда могут попасть. И поэтому я вас жду. Принимайте участие, стройте геймы, чтобы быть гейм-лидером. И не забывайте подавать заявки на турнир, который будет 18 января, в воскресенье. Я вас всех жду тут, ребята. Подавайте заявки. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok